Здоровья, YouTube, Максим Густарев на связи. Сегодня мы будем обрабатывать с вами фотографии. Много фотографий. Я покажу, как накручивать классные цвета, используя пресеты, которые вы скачиваете из интернета. Также покажу, как создавать пресеты с нуля. А для особых лайтрумофобов я покажу, как облегчить процесс монотонной обработки фотографий через Photoshop с помощью экшенов. Собственно созданных, разумеется. Поехали. Как вы знаете, я практикую два типа обработки фотографий. Принцип первый. Задротский. Каждый свой RAW-файл, который я выкладываю в Instagram, вот эти качественные серии, я обрабатываю с нуля, без использования пресетов, двигая каждый ползуночек вручную. А потом трачу тонны времени, ну, минут 20 на самом деле, на ретушь этой фотографии в Photoshop. Там, конечно, без экшенов не обойтись. Частотное разложение, различные лап-конвертации. Если бы ретачил фотографии без экшенов, на обработку уходило бы намного, намного больше времени. Такой тип обработки идет на качественный результат, не на количественный. А вот если нужно зафигачить серию кадров, то можно обратиться к пресетам. Для этого есть пресет бар. Универсальный, простой и понятный способ обработать целую серию фотографий в одном стиле и получить качественный, крутейший, чистейший свет. Ну и цвет. Всего в пару кликов. И здесь мне нужно с вами немножечко объясниться. Когда вы скачиваете пресеты из интернета, очень важно понимать то, что многие из них могут быть просто-напросто не универсальными. Все фотосессии, которые вы проводите, они делаются в разном освещении, с разными моделями, с разными даже типажами кожи. И в зависимости от выбранного оборудования, в зависимости от стиля проявки вашего RAW-файла, пресеты будут не универсально ложиться на обработку и будут давать всегда непредсказуемый эффект. Поэтому если вы купите пресет у какого-нибудь классного блогера, который делает суператмосферную картинку, важно понимать, что чтобы получить вам такую же картинку, вам нужно воспроизвести не только его пресет, но и тип съемки, где он фотографировал, в каких локациях, с каким светом, какого типа моделей, на какое оборудование. Тогда стилистика картинки на выходе будет похожа на картинку блогера, у которого вы купили эти пресеты. Второй тип пресетов универсальный. Это те пресеты, которые накладываются практически на любую фотографию, потому что они не используют первый модуль Basic в вашем Lightroom и работают исключительно только с цветовой, с хроматической составляющей вашего кадра. И они уже безопасны, потому что они меняют не внешнюю оболочку, а некий фундамент, сам внутренний цвет. И используя универсальные пресеты, вы всегда их будете немножечко докручивать в модуле Basic под свою фотографию. И тогда все будет просто отлично. Один из самых популярных универсальных пресетов — это пленочные пресеты VSCO. Если вы проанализируете воздействие, которое производится с помощью пресетов VSCO, вот эти пленочные кодек-портеры и так далее, они воздействуют на все ползунки, кроме модуля Basic. Они оставляют изначальный контраст вашего кадра приблизительно таким же. Воздействие происходит в основном на корректирующую кривую, воздействие происходит на модуль Camera Calibration, на HSL, на более глобальные, более фундаментальные характеристики цвета вашего кадра. Изучив подход к созданию этих пленочных пресетов, я создал собственный пресет-бар. Скачать вы можете у меня на сайте. Это абсолютно бесплатно, поэтому качай, юзай, ведь он реально работает. Ну а в качестве благодарящей с тебя лайк. Ну а если все-таки вы хотите воспользоваться пресетами, купленными у каких-то блогеров, которые изменяют цвет и контраст, экспозицию и баланс белого, ну в принципе это тоже не проблема. Важно просто понимать, как эти пресеты работают и как их немножечко можно допилить, чтобы получить соответствующий вашей камере цвет. Погнали в Lightroom, покажу, как это делать. Но перед этим минутка промоушена. Сегодня цветокорить фоточки мы будем на виндобуке. Новенький iRat Gigabyte с 17-дюймовым экраном и колоснючим железом на борту. Специальная линейка для всех, кто работает с контентом. Откалиброванный дисплей 17,3 дюйма с сертификатом X-Rite Pantone. Идеально передает изображение на экране с частотой обновления каких-то 300 запредельных герц. Алюминиевый корпус. Толщина всего 2 сантиметра. Вес 2 килограмма. Клавиатура с модной RGB-подсветкой. С виду полноценный игровой и рабочий ноутбук. Порубиться в Resident Evil или PUBG на этом ноутбуке самое то. Но вот как он справится с рабочими задачами? Я уверен, что на отлично. Суть в том, что этот ноутбук входит в семейство RTX Studio. Категорию ноутбуков с мощной конфигурацией, которая в разы ускоряет работу с фото, видео, анимацией и графикой. Сертификация RTX Studio помогает быстро сориентироваться на рынке ноутов. Если у ноутбука есть вот такой стикер на борту, значит начинка идеально подходит для работы с визуальным контентом. Лично в моем ноутбуке начинка такая. Восьмиядерный Intel Core i7 10-го поколения. DDR4 оперативка. Лично у меня 16 гигов, но засунуть сюда можно вплоть до 64. Откалиброванный экран со стопроцентным RGB-покрытием. И самое главное, это видеокарта. В моем ноутбуке, бомж комплектации, стоит NVIDIA RTX 3060 на 6 гигабайт. А в Luchery Edition RTX 3080 Max Q на 8 гигов. Преимущество ноутбуков RTX Studio в хитрых драйверах. Они обеспечивают стабильную работу приложений для создания контента. Лично мне, как для фотографа, важны Lightroom и Photoshop. Но так как я еще монтажу видосики сам, то тут еще и, например, DaVinci тоже на бустах. И если вы работаете параллельно в нескольких приложениях, драйверы Studio позволяют получить более стабильный рабочий процесс. Кстати, помимо трассировки, графика RTX имеет еще и специальные тензорные ядра, которые ускоряют алгоритмы ИИ, использующиеся в Lightroom, когда вы, например, повышаете детализацию фото. Железо на борту отличное. Но на самом деле ретачить на нем очень-очень сложно, потому что большинство времени ты просто сидишь и играешь в игрульки. На этой неделе я провел классную съемку в скейт-парке, и у меня очень-очень-очень-очень много различных фоточек. 252 штуки. Давайте быстренько отберем их. Отбор я провожу через программу Adobe Bridge. Она позволяет без тормозов переключаться между равками, используя внутренние миниатюры. Как видите, я листаю прям очень-очень-очень быстро файлы. Они листаются моментально. В этом, наверное, и основное преимущество программы Adobe Bridge. Кстати говоря, если вы работаете в ней, могу дать несколько советов. Я отбираю фотографии на SD-карте, то есть я подсоединяю к своему компьютеру SD-карту и напрямую в Bridge выбираю с помощью зеленых меток нужные мне кадры. Потом я их отсеиваю и уже перекидываю на жесткий диск. То есть я не храню все RAW-файлы на своем жестком диске. Здесь у меня сейчас на компьютере 252 фотографии. Хотя я фотографировал порядка трех часов. У меня было около полутора тысяч файлов. Конечно же, полторы тысячи файлов на компьютере хранить это бестолково. Поэтому я отобрал лучшие 252. Это было мое первое отсеивание фотографий. И уже сейчас из этих 252 фотографий я отберу фотографии 20-30 для небольшой серии. Итак, совет первый. Для начала нам нужно изменить режим отображения миниатюр. Поставьте встроенный. Самая высокая скорость. Это позволит вам отображать миниатюры, именно вшитые в ваши RAW-файлы. Слева у вас также должна быть нажата кнопочка «Быстрый просмотр» по встроенным изображениям. Далее мы идем в «Редактирование установки». Кликните на «Метки и рейтинги». И сверху уберите галочку «Использовать клавиши Ctrl» для применения меток. Таким образом, каждый раз, когда вы просматриваете фотографию, для того, чтобы ее просмотреть, нужно нажать на «Пробел» и листаете вправо-влево. Если какой-то кадр вас устраивает, вы нажимаете на «Восьмерку». Нажимая на «Восьмерку», снизу слева у нас появляется зеленый флаг, который говорит о том, что эта фотография вами выбрана, и потом вы сможете их отсеять. Давайте я быстренько пробегусь по снимкам и отмечу все понравившиеся кадры. Могу дать еще один совет во время отсеивания. Не нужно анализировать кадр, не нужно просматривать, какая в нем композиция. Самое главное — это первое впечатление. Если вы листаете и видите то, что «Ва-бах! Это же кадр просто бомбезный», сразу помечаете его «Восьмеркой». Таким образом, вы минимизируете время на отбор снимков, и, грубо говоря, отбор из 250 кадров займет от силы минут 5-10. Отлично, я пробежался по всем фотографиям, потратил на это, ну, реально сколько, минуты, наверное, 3 Далее слева в фильтрах я ставлю галочку утверждено, и таким образом у меня вылезают все отмеченные мною кадры Теперь я их должен скинуть в Lightroom, открываю Lightroom и через drag and drop перетаскиваю эти файлы в библиотеку Lightroom Готово Теперь, чтобы ваш ноутбук нормально обрабатывал все эти изображения, чтобы не было никаких тормозов, обязательно его нужно немножечко настроить Идем в редактирование установки Сразу клацаем на вкладочку производительность, ставим галочку на использовать графический процессор и использовать графический процессор для обработки изображений Таким образом, графика Nvidia GeForce RTX 3060 будет использоваться в обработке ваших снимков, и это будет намного быстрее, чем на внутреннем центральном процессоре Сейчас у меня есть две стратегии дальнейшей обработки этих кадров Я могу использовать свой пресет-бар и просто получить офигенный цвет в два клика, но могу пойти по более сложному пути Я скачаю из интернета какие-нибудь пресеты других фотографов Ну вот в Google поиске нашел вроде какие-то бесплатные пресеты Special presets, давайте скачнем И вот наш пресет в формате XMP, нам его нужно скинуть в оригинальную папку с пресетами нашего Lightroom Пойдем в редактирование, установки, открываем галочку стили И здесь у нас в расположении, показать стили обработки Lightroom, появится папка settings И сюда скидываем наш скачанный пресет Теперь мы возвращаемся в Lightroom, нажимаем на кнопочку OK Идем в разработку Я на самом деле терпеть не могу русскую версию Lightroom и Photoshop, но для наглядности, как многие просили, поставил именно русскую версию Чтобы стили появились, нужно, конечно же, перезагрузить Lightroom И теперь в разработке, слева в стилях, у нас появляются наши пресеты Давайте кликнем на этот пресет и посмотрим, что же сделал пресет Пресет изменил контрастность, хайлайты, тени, точку черного, точку белого Поработал с текстурой и четкостью, то есть модуль Basic был изменен И это крайне плохо, ребят Тут важно понимать то, что в зависимости от камеры Камеры имеют разный динамический диапазон, они имеют разную плотность цветов и теней И когда вы двигаете ползунки Highlight и Shadows на разных кадрах, снятых на камеру с большим динамическим диапазоном, с маленьким динамическим диапазоном На кадре, который был сделан в светлом ключе, либо в низком ключе Всегда эти ползунки будут давать абсолютно разный вариант обработки Поэтому, когда вы скачиваете пресет у кого-то из фотографов и вы видите эти правки, их сразу же нужно обнулять Для этого просто двойным нажатием нужно кликнуть на по заголовку наших ползунков Открываем тоновую кривую Также, ребят, как ни крути, вам нужно ее обнулись, потому что ее лучше создать полностью заново И также точечная кривая, композитная наша RGB кривая Она не должна менять точку черного и точку белого В данной кривой у нас поднята точка черного Теперь, когда я работаю в модуле Basic основные и двигаю экспозицию Обратите внимание на гистограмму Она, как бы я ни двигал ползунок экспозиции, не присоединяется к левому краю гистограммы И таким образом у нас картинка никогда не будет содержать себе чистую точку черного И это просто ужасно Обнулите точку черного, пускай она доходит до нуля Точка белого также должна быть в самом правом верхнем углу Теперь вы можете получить нормальный адекватный контраст, который вам нужен С помощью температуры вы можете деформировать также цвета так, как вам это захочется Давайте пробежимся по следующим вкладкам HSL это чисто работа с цветом, ее мы пропускаем Цветокоррекция здесь тоже что-то вроде накручен, но пускай Творческая задумка автора, тонировка хайлайтов и шэдоус, не проблема Коррекцию дисторсии здесь не делали, изменения не делали Эффекты, зернистость тоже не наложили И камеру Calibration, кстати говоря, здесь ее не трогали Хотя многие создатели пресетов камеры Calibration двигают Потому что камера Calibration это поистине уникальный и максимально функциональный инструмент цветкоррекции Но возможно какой-нибудь другой пресет мы наложим, там будет это все более явно изменяться Итог, любой скачанный вами пресет из интернета, он не должен менять модуль основные Чтобы у вас хайлайты, шэдоус, точка черного, точка белого были зафиксированы Чтобы вы всегда могли их додвинуть до того варианта, чтобы картинка была именно на ваше оборудование оптимальна Давайте откроем чуть более крупный портрет, клацаем на пресет и проверяем, что же он сделал Опять этот пресет подвинул нам хайлайты, тени, точку белого и точку черного И это плохо Обнуляем это все дело, обнуляем присутствие, потому что это текстурирование Лучше уж ручками отдельно все настроить Обнуляем баланс белого Окей, далее идем в тоновую кривую И что опять мы видим? Точка черного поднята Как только вы видите поднятую точку черного, это сразу для вас звоночек Что создатель пресета и не думал о том, чтобы сделать пресет универсальным Потому что детализация в точке черного, она исчезает Вы получаете очень мягкий контраст в тенях И вы должны это понимать, вы должны это контролировать Если такое произошло, опустите точку черного до нуля, чтобы она никак не изменялась А потом, если вам это будет нужно, если вы захотите получить мягкий контраст, такой как бы пленочный Уже сами эту точку черного подвинете Это все работает на композитной RGB кривой Изначальная кривая, простая, параметрическая Ну, на самом деле, я тоже рекомендую ее обнулить, чтобы она просто вам не мешала Лучше это все сделать в композитной кривой Не нужно накладывать одну кривую на другую кривую Потому что они будут друг друга забивать А вот цветные кривые тоже нужно проверить Положение цветной кривой в точке черного и точке белого Даже пускай будет где-то немножечко отличаться А вот средние точки, которые вы видите здесь Тоже немножечко подвинутые вверх-вниз на разные уровни Их нужно оставить Потому что именно эти точки В зависимости от разности В зависимости от погрешности движения в каждом из каналов Будут давать вам как раз уникальную цвет-коррекцию И все эти движения с кривыми, ребят, нужно понимать Нужно их выучить, обязательно посмотрите ролик по всплывашке Я записывал подробный гайд, как работает кривая HSL цвет-коррекция мы, разумеется, оставляем Потому что, опять же, это задумка автора Она не влияет на контраст, но она влияет на цвет Детализация у нас остается, какая есть Коррекция дисторсии тоже здесь, благо дело, не выполнена И немножечко у нас здесь, кстати, подвинута калибровка камеры Вот сейчас пресет, этот пресет, который я скачал из интернета Исправленный мной, мне начинает нравиться Я здесь могу немножечко добавить контраста на свой взгляд Добавить немножко экспозиции, чтобы картинка не была слишком желтой Немножко добавлю розового в баланс белого И докину самую малость прохладного оттенка Фотография получается немножечко такой монохромной, телесного оттенка Теперь настройки с этого кадра, который я обработал с помощью пресета Я могу перекинуть на следующей фотографии Если вам нравится этот пресет, теперь вы его можете сохранить Потому что вы его исправили Для этого мы идем в стиле, нажимаем на плюсик Создать набор И здесь пишем пресет номер один В настройках вам нужно указать галочками все параметры, которые влияют именно на цветокоррекцию этого пресета Убираем все и выставляем только то, что нам важно Это тоновая кривая, цвет, цветокоррекция и калибровка камеры Нажимаем создать В наших с вами пресетах появился пресет номер один, который мы можем использовать на других фотографиях Открываем снимок, нажимаем пресет номер один А далее, видите, у нас остаются неизмененными все параметры в модуле Basic Мы можем докрутить наш пресет Можем немного добавить экспозиции, покрутить баланс белого, уйти его немного в холодный и в более розоватый До, после, до, после Наш кадр готов Давайте посмотрим еще несколько примеров Наш кадр изначально был достаточно темный Поэтому мы его можем смело с помощью экспозиции сделать более ярким Немножечко деформировать цвета с помощью Color Balance И здесь я могу дать вам еще один совет Какими бы сложными не были ваши пресеты Не забывайте то, что львиная доля цветокоррекции будет выполняться вами именно в модуле Balance белого Двигая температуру и оттенок, вы просто с ног до головы сможете поменять оттеночную составляющую вашего кадра Настроение вашего кадра Я на самом деле пресеты не особо люблю Но вы это и так знаете Поэтому, если я и пользуюсь ими, то максимально продуктивно с помощью своего пресет-бара Я открываю кадр, нажимаю на Step 1, на Step 2, на Step 3 И у меня уже появляется отличная базовая цветокоррекция С хорошими насыщенными цветами, с хорошими контрастами и насыщенной точкой черного Я говорю именно про плотность точки черного Копирую настройки и вставляю на следующий кадр Отлично Когда вы обрабатываете репортаж, я не рекомендую использовать десятки тонировок Намного естественнее и интереснее ваш репортаж будет смотреться Если вы будете сохранять естественные цвета, которые использовались в кадре И тогда ваш репортаж будет восприниматься абсолютно без искажений А это в репортажной фотографии ценится Давайте обработаем все остальные кадры Вставляем сюда Бабаш И смотрите Этот кадр был сделан в переэкспозиции Лицо девочки практически на пересвете Я не могу просто так взять и наложить сюда пресет, потому что он портит лицо Мне нужно обязательно докрутить параметр экспозиции Я пойду в хайлайты, значительно снижу светлые области, значительно повышу тени, чтобы достать детализацию И картинка все равно останется перенасыщенной И именно на этой фотографии, в отличие от других, я буду здесь двигать ползунок красочности в минус, чтобы сделать менее насыщенные цвета И вот только с такими универсальными наборами параметров эта фотография выглядит хорошо Поэтому, как ни крути, абсолютно любой пресет, который вы скачаете из интернета, нужно будет немного допиливать Вставляю параметры, двигаю экспозицию, получаю классный кадр Вот у нас кадр слишком темный Опять же, я вставляю параметры, двигаю ползунок экспозиции Здесь из-за того, что тени этого кадра уведены немножечко в зеленоватый Мне нужно деформировать и баланс белого, чтобы от этой зелени избавиться Не нужно идти в кривые Также не нужно заходить в HSL, не нужно заходить в тонировки Это лишние действия Достаточно подвинуть всего лишь один ползунок оттенка баланса белого И, двигая оттенок от зеленого в розовый, я нормализую баланс белого И получается отличный кадр До, после, до, после Бабах! Какие крутые контрасты В таких портретах вам абсолютно не важна детализация в тенях Нам не важно, во что одет этот парень Не нужно поднимать тени в плюс Не нужно доставать оттуда складки Ваша фотография получится шумной и скучной Визуальный акцент будет падать на эти складки, на одежду Но никак не на лицо, не на динамику, не на движение И когда вы сделаете хороший по контрастам кадр Вы увидите именно движение, именно динамику И кадр будет намного интересней Бах! Вот здесь я хайлайты понижу, сделаю экспозицию картинки тоже ниже До, после, до, после Класс! Пресет скачан из интернета Я его все-таки заменю нормальным Нажимаю вставить И вот сейчас цвет просто шикарнейший Настолько он реалистично передает скинтон Как будто этот кадр сделан на пленку Готово, обработал Теперь мы выделяем все эти кадры через shift Нажимаем на export И экспортируем их для инстаграмчик Все файлы наши экспортировались Теперь мы их можем открыть и посмотреть Какие классные кадры у нас вышли Кстати, если какие-то объекты в кадре вас не устраивают Это может быть грязь на фоне Либо прыщики на лице вашей модели Вы можете напрямую из Lightroom экспортировать фотографии в Photoshop Как это сделать? Мы выделяем кадр И перед тем, как экспортировать это добро все в Photoshop Нужно немножечко настроить сам Lightroom Давайте это сделаем Чтобы с цветами не было проблем Идем в редактирование Установки Третья вкладочка Внешнее редактирование Формат файла вы можете оставить TIFF Но цветовое пространство я рекомендую поменять на sRGB Также глубину цвета поставьте 8 бит И у вас не будет никаких проблем с зависаниями, с торможениями Все будет замечательно Нажимаем ОК Теперь нажимаем правой клавишей мыши на саму фотографию Листаем вверх Изменить в редактировать в Adobe Photoshop Наш файл открывается в Photoshop Скорее всего, когда вы будете экспортировать фотографию из Lightroom в Photoshop При открытии ее в Photoshop У вас вылезет окошечко с цветовыми, что-то там профилями Конвертировать рабочее цветовое пространство Либо использовать встроенный профиль Многие путаются с этим Чтобы этих проблем не было Перенастройте ваш Photoshop Идем в редактирование Настройка цвета Первая галочка рабочего пространства РГБ Обязательно поменяйте на СРГБ АЕСИ619662.1 Также уберите галочки Несовпадение профилей И измените стратегию управления цветом РГБ на Конвертировать в рабочее пространство РГБ Нажимаем ОК Теперь любой файл, открытый вами в Photoshop В фотошопе будет 100% СРГБ цветовом пространстве И у вас никогда не будет потерь цвета при экспорте снимков Ну а в фотошопе я просто с помощью элементарной точечной восстанавливающей кисти Могу удалить все эти косячки Готово А если ваш ноутбук оснащен графикой от NVIDIA с драйверами RTX Studio То тогда вы сможете переключаться между приложениями, между Lightroom, Photoshop, работать в них параллельно без каких-либо тормозов Теперь давайте перейдем к обработке серии в фотошопе Я также хочу произвести тривиальные действия с цвет коррекции над серией фотографии Действия будут абсолютно одинаковые Поэтому чисто теоретически мы их можем запилить в экшен Чтобы на каждой фотографии не делать все ручками Мы просто в нужный момент будем запускать экшен Либо можем пакетно все прогнать через сам фотошоп Что здесь я хочу сделать? Ну действие первое С помощью корректирующего слоя выборочная коррекция цвета Selective Color Я хочу немножечко почистить насыщенности моих цветов И сделаю все по порядку Открою красные цвета И чтобы красный сделать чуть более насыщенным Я должен удалить из него голубой и добавить черного Немножко удаляю голубой И добавляю самую малость черного Теперь мой красный, обратите внимание, на полосы и на лицо Они становятся чуть-чуть более такими загорелыми Далее я иду в зеленые оттенки Это трава Чтобы зеленую траву сделать более зеленой Из нее нужно удалить порпурный Я удаляю пурпурный И чтобы сделать травку чуть более изумрудной Я удалю из нее желтый Она становится более такой голубоватенькой И немножко добавлю черного Чтобы повысить насыщенность ее До, после, до, после Готово И заключительная цвет коррекция Это синие цвета Чтобы синий сделать более синим Нужно из синего удалить желтый Удаляю из синего желтый Посмотрите на его тапки До, после, до, после Они стали намного более насыщенными Также чуть-чуть добавлю черного Чтобы повысить насыщенность еще более сильно Вот именно эту цветокоррекцию Мне нужно записать в пресет Пока что мне придется этот слой удалить Потому что записывать экшен я буду с нуля Идем в окно Открываем экшены По-русски это будет операции Создаем набор, в который мы будем создавать свои экшены Нажимаем на создать новый экшен Называем эту операцию, к примеру, Color Давайте сразу ее перекрасим в зелененький цвет И нажимаем на клавишу записать И теперь мы выполняем все по нашему плану Нажимаем коррекция цвета И двигаем все эти ползунки так, как делали до этого До, после, до, после Я хочу еще накинуть дополнительный слой Color Balance И сделать небольшую температурную раздвижку Тени я уведу в холодный Света я уведу в теплый Иду в тени Добавляю немного голубого И синего И немножко пурпурного А хайлайты, цвета я увожу в желтый В красный И немножко в зеленый По сути, я могу остановить запись экшена И каждый раз, когда я буду нажимать на Action Color У меня будет создаваться два слоя Выборочная коррекция цвета И цветовой баланс Но если вы так это все оставите То вы не сможете использовать пакетную обработку Потому что файл превратится из JPEG В PSD, разобранный по слоям И он просто-напросто не сохранится Чтобы все происходило без каких-либо проблем В пакетной обработке Вам нужно еще все эти слои объединить в один Для этого мы должны, не останавливая запись экшена Пойти в слои и нажать на кнопочку Выполнить сведение Теперь у нас появляется один background слой И мы можем спокойно остановить запись нашего экшена Давайте я операции по умолчанию удалю Чтобы они нам не мешали И сразу же включу отображение в виде кнопок Вот у нас появляется одна кнопочка Которая называется Color И теперь каждый раз, когда я на нее нажимаю Бабах Цвет на фотографии утрируется Сейчас, понятное дело, это некрасиво Потому что два раза одни и те же действия наложились на одну фотографию Но если фотография будет сырая То наше действие будет актуальным Приведу пример Открою новый кадр в фотошопе Который мы обработали в лейтруме И просто нажму на клавишу Color И посмотрю на до-после 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 Вот таким образом произошла небольшая цветкоррекция Нашего кадра через фотошоп Через уникальные слои Color Balance И Selective Color Теперь, если я хочу обработать всю мою папку с файлами Не по одной, а пакетно Я должен воспользоваться в фотошопе Инструментом Сценарии Обработчик изображений Image processor В первой вкладочке я выбираю папку В которой находятся мои файлы Они находятся на рабочем столе Skate Park И экспорт без названия Именно в эту папку экспортировал наш Lightroom Обработанные файлы Сохраняю я в том же самом месте Оставляю галочку сохранить как JPEG Качество поставлю максимальное Это 12 А вот в четвертой вкладке В установках я использую галочку Выполнить операцию Указываю папку с моими экшенами И выбираю Action Color Теперь я нажимаю на клавишу выполнить И фотошоп прогоняет через себя Все JPEG Экспортированные из Lightroom Плюс накладывает на них Action Color Готово Теперь в нашей папке С экспортированными из Lightroom файлами Появилась еще одна папка JPEG В которой уже находятся Дополнительно обработанные С Action Color файлы Наш уникальный цвет коррекции И уже эти файлики можно спокойно загружать в Instagram Каждая серия требует своего подхода к обработке Я уверен, многие из вас предпочтут быструю цвет коррекцию в Lightroom с помощью пресетиков А кто-то будет зависать несколько часов, обрабатывая одну фотографию в фотошопе Но любой из выбранных вами способов все равно будет правильным Ну а работая на машинах с графикой NVIDIA Все будет просто летать На данный момент RTX Studio драйвера Поддерживают более 70 различных приложений для создания контента Туда входит и Photoshop, Lightroom, DaVinci, Cinema 4D и многие-многие другие Полный список приложений вы можете посмотреть по ссылке в описании А я надеюсь, это видео тебе было чем-то полезно Какие-то фишечки ты выцепил Да и в качестве благодарочки, как обычно Я жду от тебя лайк Ну и, разумеется, подписку на канал Очень-очень-очень скоро, ребят, выйдет видео Полноценный гайд о LAB цветовом пространстве Я уже написал сценарий Осталось его только занять Ну и также ждет своего часа большое видео о FPV-дронах Скоро все будет на канале Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok